Знаете, вот такое ощущение, каждый, каждый вот, он спил из этого кубка, то есть вот такое ощущение единства или какого-то, знаете, приобщения к чему-то общему, одному, это знаете, такое чувство, оно возникает, его нигде это чувство нельзя получить, понимаете, то есть я думаю, что Иисус для этого дал нам эту заповедь, чтобы мы чувствовали вот это единство в теле, в теле Христовом, чтобы мы не были породны, да, не были, ну, осознавали, что мы одно целое, имели вот какую-то полноту, да, ну, ощущение, полноту ощущений, может быть, всякую. Слава Господу, что все мы сегодня здесь и я хотел бы начать с утверждения, открою послание Гуды. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своими непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь. Вот смотрите, такое утверждение, да, Бог может поставить каждого из нас непорочным перед собой. Смотрите, это утверждение, сразу все споры заканчиваются, да, Бог может. То есть это вообще такое, это, такие, вот эти слова наполнены верою. Эти слова, они как-то нас даже приподнимают, да, вот кто находится в каком-то таком искушении, представляете, вот братья, вот Бог может вас поставить перед собой святыми и непорочными. Представляете, какая у Бога есть сила. Мы не имеем этой силы, у нас, мы разочаровываемся в жизни, и многие люди, они опускают руки, да, они говорят, что я устал бороться, я устал сопротивление, ну, как-то, устал своими силами, вот, бороться с грехом, да, с искусствами, с безысходностью. И, знаете, вот этих испытаний бывает настолько много, что человек просто устает, да, и, ну, смотрите, вот это утверждение, утверждение апостола Павла о том, что Бог может поставить, не апостола Павла, а Иуды, да, Бог может поставить нас святыми и непорочными. И вот просто это, ну, нам почаще надо утверждать такие моменты, да, что в нашей жизни провозглашать эту силу Божию, которая, которая сильнее нас самих, сильнее нашей упрямства даже нашего, да, человеческого. Знаете, я хотел такую тему сегодня поднять, поднять, очень интересная тема, как угодить Богу. Ну, прежде чем мы вообще начнем касаться этой темы, ну, понятно, что у вас сразу в мыслях стих возник, да, что без веры угодить Богу невозможно. Ну, понятно, что есть очень много стихов, которые говорят, что живущие по плоти угодить Богу не могут, да, вот это послание Галатам. Вот, прежде, ну, наверное, надо на человеческом уровне понять, как можно угодить, ну, представьте, начальник, подчиненный, да, ну, просто возьмем жизненные такие примеры, как мы можем, что нам нужно сделать, чтобы угодить нашему начальнику. Не всегда это срабатывает. Не всегда срабатывает. Делаешь все, вот, знаете, я сам работаю, делаешь все отменно. Не всегда это срабатывает. Да, я не работаю. Да, ты? Не весь начальник. А? Не весь начальник. Самый весь начальник. Делаешь, что ему угодно. Ага, ну, а что ему угодно? Понимаешь. Ну, в первую очередь нужно понять, что ему нравится, да? Ну, понять, чем он живет, да, даже вот, ну, психологи говорят, что если хотите расположить начальника, вам нужно поинтересовать. Рисоваться его хобби, что он любит, да? Вот представьте, вы начнете общую тему с ним, а что, чем он увлекается, футболом, да, или теннисом, и все, считай этот человек, он ваш. То есть они так утверждают, все, он будет, то есть он, у вас общие темы будут. Знаете, не всегда начальники любят свой труд, и они, для них это является целью жизни, там, или, ну, вот, но вот то, что близко человеку, да, вот, сразу с человеком начинается, знаешь, какие-то общие темы, вот ему дорогие, сразу все, человек меняется, да, человек сразу как-то к тебе располагается, и, знаете, вот, с Богом обстоит то же самое. Тишина такая. Знаете, мы... Мы просто верим. Да, в первую очередь мы должны знать, что хочет Бог, да, то есть прежде чем угодить Ему, мы, наверное, должны... А вообще, зачем угождать Богу, и вообще, зачем угождать Богу? А? Позвольте кровь. Да, потому что любви, а сэмбулы. Ага, достоин. Достоин. Так. Мотивация. Знаете, на... У нас же отношения с Ним, а если близкие отношения тебе не безразлично, что близкий для тебя человек понимает, как ему, чтобы приятно было, точно так же и поскольку. Ну, знаете, это все хорошо там, ну, знаете, Бог знает, что мы люди... У нас есть меркантильные интересы. Бог знает, что мы... Знаете, мы когда хотим кого-то расположить, да, или просто, ну, угождаем кому-то, но взамен обязательно что-то Бог хочет получить. Если мы угождаем начальника, мы хотим, чтобы у нас была полегче работа, побольше зарплата. Знаете... Полегче работа? Да, да. У Бога... Я думаю, что многие люди так же угождают Бога, чтобы что-то получить. Даже были примеры, когда люди считали, что благовестие служит для привычка. Для привычка. То есть они думали, что это приносит доход, очень хороший доход. И они занимались до тех пор, пока у них не пропало это впечатление, да. Знаете, Бог действительно знает нашу потребность, Он знает, что мы нуждаемся, мы в таком положении находимся, как брат говорил, да, во времени, пределы и время, да, то есть мы находимся в ограниченном пространстве, мы постоянно в чем-то нуждаемся. Нуждаемся в здоровье, нуждаемся в силе, нуждаемся в финансах, ну вообще, в эмоциональных чувствах нуждаемся. Кто, знаете, мы как люди нуждаемся в славе, в признании, нуждаемся же. И Бог знает это, и вы знаете, Господь, Он, я думаю, что хочет нам это дать. Он хочет, знаете, Павел, сейчас открою Тимофею. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Смотрите, трудящемуся первому должно вкусить от плодов. То есть Бог знает, что мы нуждаемся, и когда мы начинаем угождать Богу, мы начинаем вкушать от этого труда. Я думаю, что это правильно, да, когда мы служим для Господа, и Господь нам восполняет наши нужды и наши потребности. Вот какие у Бога есть желания? Вообще какие? Помните, Давид, пример, да, что Бог его отметил, как человека, который исполнит все желания и хотения мои? То есть вот какие у Бога желания? Вы знаете, какие у Бога желания? Чтобы все люди спаслись и достигли позвоночника на стенах, чтобы мы ходили во свете, были совершенно как Он. Творили добрые дела. Вот такой момент, что Бог желает, чтобы земля наполнилась познанием Бога. Вы представьте, Бог хочет, чтобы на земле все знали Бога. То есть Бог ставит, может быть, на первое место знания о себе. Для чего нам это нужно? Для чего Бог хочет вот это? Как вы думаете? Вот знаете, зачастую у Бога расходятся вот Божьи интересы, да, они расходятся с нашими человеческими. И Бог об этом говорит. Он говорит, ваши пути, не мои пути, да, и ваши мысли, не мои мысли. То есть наши интересы, они немножко расходятся. И вот знаете, чтобы вот эти интересы, необходимо, чтобы вот эти интересы, они совпали. Интересы Бога, интересы человека. Знаете, вот говорят о покаянии. Вот это покаяние и есть, когда интересы Бога совпадают с интересами человека. Знаете, когда человек становится, ну, не просто он сокрушился о своих грехах, да, он сказал, Господи, я хочу, чтобы Твои интересы, да, Твоя воля, она была на первом месте. И знаете, через познание Бога мы имеем все необходимое. Я открою сейчас послание Петра. Как от божественной силы Его, 2 Петра, 1 глава, 30. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью. Ибо если, вот еще 2 Петра, 2 глава уже. Ибо если избегнуть сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых уже первого. То есть, смотрите, Бог даровал нам все потребное для жизни. Через что? Через познание. То есть, через познание мы имеем все потребное для жизни. Смотрите, кто из нас может оправдаться делами? И один человек, только познав, что Иисус Христос умер за нас и искупил наши грехи, только вот это знание, оно помогает нам выйти из состояния проклятия, состояния грешника. Только познание, представляете, познание Бога, оказывается, имеет вот эту полноту. Когда человек знает Бога, человек понимает. И знаете, вот пример веры, да, что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт. То есть, идёт поиск. Не только человек верит, что Бог существует, что Бог есть, Он реальный, но он ещё и ищет. И кто ищет, тому он воздаёт. Смотрите, происходит, человек познаёт Бога, и Бог ему воздаёт. Бог его наполняет, Бог его исполняет своим чем-то, да, чем-то своим. И вот смотрите, получается, в познании Бога, оказывается, в познании Его интересов, Его воли, оказывается, в этом всё для нас есть, всё потребное для нашей жизни. И мы всё имеем и прощение, и искупление, и в Иисусе Христе. Кто нам явил? Кто нам явил? Кто нам дал познать? Откуда мы имеем источник познания Бога? Иисус. Да, Иисус. Я, может быть, сейчас открою, что... Потому что в нём вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Я хочу, чтобы вы были так. Это не то. Потому что Бог, повелевший с мыво сиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. То есть откровение Бога, оно приходит через Иисуса Христа. Знаете, многие пытаются разными способами угодить Богу. Не пытаясь понять Бога, не пытаясь Его осознать, осмыслить полноценным. Ну поверхностное знание есть, да, о какой-то культуре, о том, что хочет какой-то человек, или, может быть, человек видит в этом привилегии или какую-то причастность к чему-то, ощущает себя. Но знаете, многие люди разочаровываются. Почему разочаровываются? Потому что им не удаётся угодить Богу. Помните, сколько примеров, когда... Пример Каина Авеля. Один угодил Богу, другой расстроился. Я не могу угодить Богу. Почему? Бог не принимает мою жертву. И это его привело в такое печальное состояние, что он даже удалился. То есть представьте, это его отдалило от Бога. Это его вообще, ну как сказать, ему надоело уже угождать Богу. Всё равно Бог не устраивает. И не путали его угождать. И вы знаете, мы должны просто глубже, наверное, понять, что Богу угодно. И вот первое, то, что Богу угодно, это то, чтобы о Нём все узнали. И знаете, примеры... Мы тут в дискуссии такие у нас были, разбор слов был. И мы разбирали вот эти примеры Абраама, примеры Иенокра. Вот не было его... Ходил он перед Богом, раз, и не стало его. И Бог дал ему свидетельство, прежде его восхищения, Бог дал ему свидетельство, что он праведник, что он угодил Богу. Представляете? То есть человек получил... Встретиться бы с ним, да? Сказать, как ты так? Как тебе удовольствие? Знаете, и очень разные такие примеры. Абраам просто угодил Богу тем, что он кочевал. Хотя Бог ему сказал, иди в эту бетонную землю. Но смотрите, он не нашёл там места. Он ходил кругами, ходил кругами по этой земле. И написано, что он угодил. И он показал своим вот этим поступкам, он показал, что он ищет чего-то большего. Он ищет чего-то другого. И вот я начал сравнивать эти примеры все. Я собрал их просто в кучу и начал их анализировать и сравнивать, да? Сопоставлять. Что же у них есть общего? А знаете, что у них общего? То, что каждый поступок, каждый пример, он свидетельствует о Боге. Поним? Енох свидетельствовал о том, что вот его поступок, да? Он ходил перед Богом. То есть его поступки отличались от поступков других людей. И все думали, почему он так поступает? Что происходит? Оказывается, у него есть кто-то, кто им? Кто его ведёт? Представляете, люди вокруг они смотрели, они не понимали, они пытались понять, они задавали себе вопрос, они потом говорят, да он же вот, вот он кому принадлежит-то. Смотрите, для них открывалось познание о Боге. То есть они начинали узнавать. Авраам так же. Смотрите, он не находил себе места, и он путешествовал. Он показывал, что он ищет что-то новое, и люди видели, что он ищет чувству, то есть, что здесь на земле он не может зайти, он десять раз прошёл эту землю, вдоль и поперёк, и он не мог найти вот это, то, что он искал. Потому что Бог, он искал, где его было, за пределами этой жизни. То есть это неземное, да, что-то. Очень много примеров, и Яков благословил детей своей верой в будущее. Смотрите, мы тоже, оказывается, это пример о Боге, то есть познание Бога, то есть через это приходит, о том, что Бог, у него есть план, в жизни этих, у него есть благословение, он будет как-то, ну, действовать в их жизни. То есть это тоже, это тоже дела веры. То есть все, каждое дело, которое вот они совершали, это всё свидетельство о Боге. Авель принёс жертву лучшую. То есть это тоже свидетельство о Боге, что Бог, о том, что Он сам является вот этим искупителем, то есть Он сам совершает искупление, жертва лучшая, и должна пролиться кровь, это свидетельство о Христе грядущем, который пострадает за нас, который будет лучшая жертва, чем вот эти, которые мы сегодня, люди приносят. То есть есть лучшая, и Он угодил ей. То есть Он анализировал, Он понимал, что Ему дано было это, верою открыто было, верою открыто, что Бог приготовит лучшую жертву. Авраам, когда принёс Исаака на жертвенник, положил, да, и хотел уже занёс в меч, он верил, что Бог воскресит его. Может воскресить. Смотрите, свидетельство о том, что Бог воскресит его. И каждый поступок он свидетельствовал о Боге. Обязательно свидетельствовал о Боге. Знаете, были негативные моменты. Елисей и Гези. Знаете, такой пример, да? Елисей исцелил Неймана, ну как, дал ему помиление, чтобы он искупался. И Нейман ему предложил, выбирая золото, одежду, что тебе нужно. Он говорит, нет, мне ничего не нужно. Бог, жив Бог, жив Господь. Да, жив Господь. Он может для меня восполнить всякую мою нужду. Его свидетельство было. Диезия говорит, жив Господь, пойду возьму у него чему-нибудь. О чем он его поступок свидетельствовал? Не то, что жив Господь, его вообще нету, понимаете? Потому что пойду возьму у него чему-нибудь. То есть он нуждался, да? И он нуждался, он искал земного, у людей, да? То есть от людей. Авраам также, когда Бог дал ему благословение, он победил царей, он вызвалил своего племянника оттуда, и царь Содомский ему предлагает, возьми богатство, другие дай мне. Он говорит, нет, я не возьму, даже ремня, говорит, не возьму, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. Смотрите, Аврааму так важно было, какую он несет информацию своими поступками о Боге. Ему это очень важно было. И он хотел, чтобы слава, слава, она приносилась Богу. И вот сегодня мы тоже можем как бы свою жизнь проверить, да? как наши поступки, или как являются ли они, слава Богу, да? Являются ли они делами веры. Даже ученики в 6 главе от Иоанна спрашивают Иисуса Христа, что же нам, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус им отвечает, веруйте в пославшего, ну, того, кого послал Отец, да? То есть, верьте в Меня, Он сказал. То есть, веры, смотрите, ее достаточно, ее достаточно, чтобы получить прощение грехов. Вера, она необходима, чтобы нам двигаться в нашей жизни, да? Вера необходима, чтобы, ну, вообще, она во всех, во всех сферах нашей жизни, вера, она присутствует. Представляете? И ее достаточно. И, знаете, но люди бывают, заменяют веру чем-то другим. Галатый пример, да? Давайте откроем. Галатом. Четвертая глава, девятый стих. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им. Смотрите, эти вещественные начала, они называются бедными и немощными. то есть бедные это тот, кто ничего не имеет. Ты, если будешь заниматься этим вещественным, вернешься к вещественным началам, ты будешь бедным и ты будешь немощным. О чем Павел говорит? О законе, о делах закона. Вот есть дела закона, а есть дела веры, которые говорят о Боге, которые меняют нашу жизнь. Вот представьте, Павел говорит, я хоть и не невежда в слое, но не в познании. Павел хорошо знал Иисуса Христа, для него был открыт Иисус Христос. И для него, знаете, в послании Иоанна тоже написано, что вы, я не помню, юноши или отроки, кто там, вы познали безначального. То есть они тоже для них был открыт безначальный, то есть для них был открыт Бог. И то есть источник этого познания является Иисус Христос. Представляете, какое богатство мы имеем, да? То есть какое богатство в Иисусе Христе я сегодня просто хочу вас, чтобы вы начали ценить Иисуса Христа, потому что многие люди, они поверили в Бога, потом им надо еще и субботу соблюдать, и начинают еще, им не удовлетворяет вхождение перед Богом, они не получают этого внутреннего свидетельства, что они праведны, у них нет действия Духа Святого. Дух Святой, он действует Павел говорит, через что Бог подает вам Духа Святого? Через что? Через что мы обретаем эту силу? Через веру? Через наставление? Он говорит, через дела ли закона или через наставление в вере? Через наставление в вере, понимаете? То есть через наставление веры, когда появляется у нас представление о Боге, познание Бога, у нас появляется вера, у нас появляется желание отражать его. Мы не имеем этого знания в самих себе. Если мы дела закона делаем, мы это делаем от себя, как мы можем. А как мы можем? Ну, нам известно, как мы можем. Каждый по-своему, в меру своей испорченности. И я думаю, что Господь хочет сам исполнить нас вот этой силой, которую, ну, ее нельзя, эту силу самому как-то, ну, подражать ей, что ли. Ну, Соломон имел мудрость. Ну, он сам это как-то приобрел, да? Пошел учился в институте. Бог увидел, что он хочет вести народ свой. Ну, как-то, он говорит, он не искал богатства, он искал чего? Как вести народ Божий, да? Как выходить перед ним, как его направлять. И Бог дал ему мудрость, нагреть. Как его излило столько. Ни у кого столько нет, понимаете? Через что он это поучил? Учился в институте? Нет, не учился. У него был учитель. Господь его, да, он ему открывал это просто. Знаете, вот есть такие моменты, когда Бог просто раз и возьмет вам и откроет. Да? Если, говорит, просит, кто мудрости, да, просит, а, кто не достает мудрости, просит, немало не сомневаясь, да, или что у Якова написано, или что Бог удаст ему. Представляете, Бог может так вот, просто раз ты попросил, и Бог тебе дал. Наследственно, да. У Соломона? Да, а я хотел бы делать наследственно. Наследственно, ну тогда нам нечего делать здесь. У нас плохая наследственность. У нас наследственность, вот именно через Иисуса Христа мы являемся семенем, опять же, через веру в то, что мы являемся семенем Авраама, через Иисуса принятие, через веру приняв Иисуса Христа. А так наша наследственность, она, да, мы можем родословные свои поднять, можем свои там все предков, там, кто у нас был мудрый, да, или Пушкин был там в родственниках, попытаться сочинять стихи, но, знаете, это тщетно. Вот, ну, мое желание, чтобы мы, вот, в Господе видели все восполнение всех наших нужд. Если мы нуждаемся в прощении, мы прибегали к Нему, как ходатай, как заступнику. Если мы нуждаемся, знаете, просто, вот, просто нуждающийся человек, он найдет в нем все необходимое, если мы ищем. Если же мы своими путями находим, то мы будем блуждать, люди, я много вижу, много течений, которые люди, ну, Бог им дает дух заблуждения, покрывало вот это на их лице о славе Божьей. То есть они не видят славу Божьей, для них Иисус Христос, Он не является ценностью, Он не является, ну, какой-то, ну, приобретением, богатством. А, Павел говорит, что для меня Христос стал вот тем преобретением, да, Христос жизнь, Он стал Его жизнью, Его смыслом жизни. И вот я думаю, что, чтобы мы не, вот этот ветер учений разных, он нас не сбивал с толку, да, мы не гонялись за знанием, а гонялись за познанием. Когда мы познаем, когда мы Богу подчиняемся, когда мы Его знаем, Его желание, когда ищем Его. Слава Господу! Аминь! Давайте помолимся!